Государственная адресная социальная помощь – это денежная выплата, предоставляемая гражданам со среднедушевым доходом ниже половины прожиточного минимума. Давайте рассмотрим размер адресной социальной помощи на примере одной семьи. В настоящее время критерием оказания АСП является обязательное условие. Это доход на одного члена семьи не более 14 849 тенге. Для примера мы взяли маму, воспитывающую четверых детей. Доход семьи составляет 50 000 тенге. Если поделить этот доход на пятерых человек – количество членов семьи, то мы получим среднедушевой доход семьи – 10 000 тенге. Так как сегодня критерий для оказания АСП равен 14 849 тенге, отнимаем среднедушевой доход семьи – 10 000 тенге и получаем разницу в размере 48 49 тенге. Это размер на одного члена семьи, который умножаем на 5 человек и получаем размер АСП в сумме 24 245 тенге на семью. С 1 апреля размер критерия для оказания АСП будет повышен до 20 789 тенге. Тот же пример. Мама воспитывает 4 несовершеннолетних детей. Доход семьи тот же 50 000 тенге. Среднедушевой доход – 10 000 тенге на одного члена семьи. Повышен критерий до 20 789 тенге. От него отнимаем 10 000 тенге и получаем 10 789 тенге на одного члена семьи, которое получит мама. Дети будут получать фиксированную выплату в размере 20 789 тенге. Умножаем на четверых детей и получаем 83 156 тенге. В итоге семья получит 93 945 тенге. Таким образом, размер адресной социальной помощи для нашей семьи увеличился в 3,9 раза. Совокупный доход с учетом адресной социальной помощи составит 143 945 тенге. Субтитры создавал DimaTorzok